ребята вот он посмотрите поехали 100 у нас четыре чемодана очень хорошо видно эту подсветку просто давний ключик говорит наслаждайся даже не спросил ни телефон не документ ничего и так и и и и и и и и ребята всем привет сегодня в выпуске у нас новый mercedes электрический и и киуси вот такая офигенная машинка у нас сегодня будем делать на нее обзор посмотрим на нее внутри снаружи прокатимся и услышите такое мнение обычного водителя который не сильно разбирается в машинах но очень интересуется электрическими Так, ну здесь классическая Мерседесовское управление сидением Здесь у нас Как будто бы перфорация, но это просто Нарисованные дырочки Так, здесь у нас Вот такая интересная Деталька Так, воздуховоды Прикольно Все так Интересно, необычно Так, здесь у нас Типа как кожа, но я не понимаю, что это такое То ли заменитель, то ли Что-то еще немножко мягкое Но не прям, не супер мягкое Так, здесь Здесь мягкое, здесь уже чуть-чуть потверже Что-то Так, это кожа У нас подсветочка идет такая прикольная Так, ну что Управление зеркалами, окнами Так, а это что за круг? Ага Складывание окон Так, понятно Так, коробка передач Классическая, мерседесовская С которой я не очень знаком Я так На мерседесе, наверное, первый раз Сегодня буду ездить Так, посмотрим, что здесь у нас Подстаканники Место для телефона Зарядка Это новая USB-шка Зандерболт Или как она Type-C Так Зажигание Здесь у нас Посмотрите, что Вот здесь Где у нас тут Ага, она прям, наверное На экране Вот, да Так, ну что Меню Здесь у нас настройки Магазин Приложение Вот, наверное Меняется стиль вождения Так, это Медиа Радио И Так, сниже у нас Находится Климат-контроль Вот Теперь все работает Он просто был немножко В режиме ожидания Так, ладно Нам максимум не надо Это, кстати, нормальная штучка Что меняется На один градус Вот На некоторых машинах Меняется по полградуса Это вообще Лишнее, я считаю Климат-контроль Понятно Так, здесь у нас Телефон Навигация Радио Ну, в общем Все Все как обычно Вот с этой штукой Кстати, не очень знаком Ну-ка Ага Мы ведем По сторонам И у нас меняется Вот здесь Двигается менюшка Так, зайдем в медиа Нажимаем И она заходит На полной зарядке Она должна ехать Около 400 км Как мне сказали Сейчас она зарядилась Не на полную батарейку Так сказать И На данный момент Она может проехать 267 км В общем Я так сегодня Особо не подготовился Будем все Походу смотреть Входимся в Норвегии У нас уже немножко Выпал снег В горах И на улице У нас 3 3,5 градуса Конец осени И Поэтому Когда холодно То мы знаем Что батарейка Держит уже Туже чем обычно Еще Видео снимать Я буду на Айфон 11 Который получил Вот такую Широкоугольную камеру Посмотрим Заодно Как они Как на эту камеру Выглядит наш Мерседес Поехали Прокатимся Поехали Руль уже тепленький Классно Я застегнул Ремень И он так Подтянулся Чуть Стало немного Туже Так Мне вот интересно Попробовать Line Ассистент Как он Когда видит Разметку Сейчас Пойдем Будем Тестировать И еще Конечно Интересно Попробовать Как она Быстро Разгоняется Давайте Я снижусь До минимума И Втоплю На полную Готовы 36 Поехали 900 капец это она мощно вообще блин просто не прошло две секунды уже превысил скорость здесь у нас 80 километров на трассе ограничения у ребята загорелась зеленая линия и мне интересно как она будет смотрите что-то загорается что я пересекаю такс но ты можешь сам вообще держать линию или нет сейчас я нажму сет когда наезжаю на разметку меня здесь показывается уведомление что загорается красная такая полосочка с этой стороны пойдем посмотрим сколько места сзади так что очень интересно сзади мы еще не сидел и проверим у нас задний ряд сколько у нас здесь место в таком большом с виду кроссовере так ну что место прилично кстати смотрите сколько расстояние у меня от сиденья до коленок очень много внизу тоже есть пространство класс так что она здесь воздуховоды здесь включаю включаем смотрю что у нас внизу здесь так здесь у нас две зарядочки тайпси и еще розетка такая на 12 вольт сзади у нас здесь такой кармашек видно или нет попробуем включить свет 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 кстати здесь у нас все вижу только с этой стороны посередине здесь никакой подсветочки ну я думаю так видно что такой прикольный кармашек здесь у нас кожа тоже кожа . прикольно динамики перфорированные дали здесь у нас физические дырочки а здесь нарисованы подсветка классно вот такой подъемник все работает здесь классические кнопочки такие я думал такого уже нет так ну что классно место место достаточно посмотрим здесь у нас все черное особо не видно но что я могу сказать кулак почти что влазит сидишь довольно так высоко но крыша конечно не так много здесь расстояние если вы видите не достаточная метр семьдесят четыре я головой потолок не упираюсь я думаю если бы я был два метра тогда бы наверно немножко был очень просто очень просторно ну понятно машина большая быть и должно подстаканчики здесь еще у нас вот даже такой бар что-то положить класс багажник здесь меняется у нас подвеска извиняюсь спортивная индивидуальная комфорт и экономическая еще и максимум максимум range это наверное так чтобы у тебя на дольше хватило так с вот этим рулем я еще дело не имел очень интересно сколько здесь всяких кнопочек а значит этой правой рукой ты можешь управлять вот этим меню здесь тоже вот все как touch как на старом ipad и точнее ipod так а вот этой штукой я так думаю мы можем управлять вот этой вот эта менюшка которая у нас на главной концу в общем я двигаю пальчиком и здесь меняется у нас менюшка в общем здесь я так понял управление круиз-контролем здесь управление медиа и так далее прикольно очень интересно посмотрим по материалам здесь у нас какая-то интересная такая ткань вот здесь немножко мягко здесь уже пластик так у нас еще очень прикольно такая штука как это head-up display в общем прям на стекле у нас отображается информация вот ребята посмотрите вообще это очень четко очень удобно посмотрите у меня вот эти приют конечно тоже такое есть но это немножко древний век сейчас уже все будет немного интересней в общем там куча информации контроля скорости знаки дорожного движения так ну что пойдем посмотрим вот здесь у нас кнопочка есть работает открылся так ну вот такой багажник довольно вместительный честно не знаю сколько здесь литров но потом это все для вас проверю так что у нас здесь здесь тоже есть розеточка крючочки сеточки всякие утяжелитель здесь наверное чтобы вещи не болтались так внизу у нас здесь еще смотрите сколько места вау довольно таки просторно можно еще кучу всего положить вниз и вверху тоже много места класс очень хорошо слушают эта ручка какая-то интересно здесь и здесь еще и можно что-то повесить смотреть прикольно и так поехали знаю что там есть кнопочка можете мне не писать на я просто решил проверить эту ручку блин на улице дождь но хочется посмотреть что у нас под капотом правда ребят посмотрите какой ли цвет хотел сказать лис по норвежски вот такой у нас передний свет на всю длину капота здесь у нас лет вообще это но это вечером вообще смотрится офигенно сейчас так особо не видно конечно но но если посмотреть на это ночью это просто космос какой-то так сказать фары здесь у нас такая решеточка и такой значок даже камера есть надо будет ее протестировать есть и спереди и сзади и тут вообще 360 вот еще одна по бокам тоже есть так это слушай а что это такое это честь телефона что ли можно открывать с этим я еще не знаком шнурки развязались так это у нас зарядочка здесь это для обычной зарядки это для супер charger класса так идем посмотрим что у нас под капотом все нужно найти как его открывать ребята им кажется понял это наверное фаркоп я знаю что эта машина есть фаркоп я его нажал где-то там выехал на что-то его что-то я его не вижу как-то его но вот он выехал сам красавчик классно смотрите все есть вообще так а ну сейчас попробую его спрятать наверное это работает точно так что будешь заезжать опа заехал вот он где идем посмотрим на этот мега движок ребята еле нашел здесь или нащупал эту кнопочку так ну что огромный у нас огромный капот начата здесь все закрыто вообще как-то это поднимается открывается на что там ой ребята посмотрите я поднял крышку хо хо а это двигатель блин ребята посмотрите какой он огромный блин наверное для такой огромной тачки нужен такой огромный движок так честно не хочется тут лазить чтобы что-то испортить но но вы в общем увидели как это выглядит у нас так здесь самоважка офигенная тачка вообще очень большая так что еще тут не показал подлокотник здесь у нас тоже очень много места еще две зарядки юсб тайп си ну вот вот как то так у нас место есть видно бутылочки еще для всяких вещей а вот для телефона кстати место вот нет вот это что мне не очень нравится в таких машинах все очень красиво дизайн но насчет практичности конечно здесь вот да есть у нас место для одного телефона но как я люблю брать кучу всяких вещей с собой то хочется еще положить рядышком и еду еще что-нибудь ладно так у нас кожаные сиденья такая жесткая кожа здесь мягенькая то есть у нас тоже кожа везде подсветка ледовская посмотрите на эти детали ребята очень круто так здесь у нас вау это что такое кипятильник что ли ребята кто знает что это такое напишите пожалуйста то я не в курсе здесь какая-то полочка смотрите вот вот это все это какая-то ткань вот это интересно как она практике действует потому что ткань она так может запачкаться и как ее потом мыть сейчас вот так вот вам покажу чтобы вы увидели что это такая ткань чуть-чуть мягкая но как это звучит здесь у нас пластик лакированный это все у нас пластмассовая здесь у нас крутится все лак лак не знаю ребята как у вас с этим но расскажите про появляются ли быстро царапины или это все долговечное вот мне интересно это все лак вообще насколько он долговечный так с руль у нас мягенький такой кожаный есть подогрев сиденья еще можно управлять высоту вверх вниз внутрь наружу вау круто так еще вижу здесь вот такие вот лепестки это наверное регулировать рекуперацию машина сама тормозила если катишься с горки так смысл что у нас здесь сверху посмотрим здесь у нас на очков есть место так ребята у нас такой люк посмотрим как он работает так открылся в эту сторону закрываются вот так открываться и ребята классная погода вообще обычная норвежская погода так будем закрывать очень удобно что на новом айфоне есть такой широкий угол и посмотрите как это удобно ребята это просто офигенно не нужно докупать какую-то линзы все любой интерьер все влазит это вообще космос и вот я еще мне такая камера на голове снимает так что вас еще интересует посмотреть здесь еще какая-то деталька такая вдоль всей торпеды так здесь у нас всякие сенсоры там которые видят разметку и все такое кому интересно как реагирует touch смотрите довольно таки быстро ребята попробуем здесь управлять светом комфорт лис так нажимаем сюда фарги цвет ребята можно смотрите можно выбрать цвет так ну-ка как это прям вот здесь на экране вау ребята как вам нравится давайте зеленый попробуем смотрите как здесь я могу пальчиком менять вид менюшки вам столько всяких прикольчиков так это наверно пробег полностью так это у нас расход так сказать здесь у нас еще что-то непонятно но вот то что стекло запотело что-то мне вообще не нравится нормально моё водительское вот ну я воду вчера не пил это проехали средняя скорость вот здесь вообще вот это все меняется отсюда вы можете все менять смотреть разную информацию очень много все подробно вообще конечно это другой уровень по сравнению с моим юндайм байоник ребята как вы видели только что проехала машина как только она появилась у меня в слепой зоне то здесь у нас загорелась предупреждение еще если ты открываешь двери и кто-то будет ехать то тебе машина даст сигнал что аккуратно сзади кто-то едет и вообще здесь система безопасности такая очень продвинутая я включил массаж реально на свинечина там двигается как ребята проверим заднюю камеру так мы включили реверс и сдаем назад что у нас тут видно отлично кстати камеру можно наставлять что вы хотите посмотреть вот передняя камера у нас прячется в значок поэтому она не пачкается сзади вот боковые конечно видно что чуть-чуть размыло ребята какая она резкая вообще давайте попробуем сейчас с нуля так вот я остановился полностью четыре те на старт внимание поехали все мы уже 100 о май гад это супер быстро я немножко превысил скорость на 30 километров но это это было очень быстро вообще она резкая капец и одновременно мягко так давайте еще раз полностью остановимся и попробуем посчитать сколько у нас времени занимает от нуля до 100 готовы 1 3 100 потом проверим по времени сколько у нас это заняло секунд реально быстро ребят хотите прикол скажу я просто пришел в салон на говорю можно мерседес взять покататься сначала мне говорили там позвони тому тому я позвонил и мне сказали давай на вторник и вот сегодня настал вторник я пришел этого мужчины не встретил с которыми договаривался но был другой которого пару раз видел он как бы так немного знаю но даже честно не знаю как его зовут и он просто ждал мне ключи говорит сел показал как включать с машину как ставить на драйв и реверсы и и все он даже меня не спросил не телефон не документы ничего это это чистая правда ребята просто сказал наслаждайся и все даже меня говорили когда возвращать буду машину вот так вот здесь норвегии все доверяют друг другу понятное дело что если надо будет у меня найдут но просто здесь все вот так работает ребят еще хотел показать как тихо она едет вот здесь вот нет никакого движения и вы слышите что абсолютно тихо в машине полная тишина так у нас четыре чемодана ребята три больших и один маленький посмотрим закроется ли есть отлично все влезло и и даже я думаю может влезть еще рюкзачок и сумочка маленькая что я не сказал тут просвету довольно таки так вот здесь тоже хорошая хорошая высота и спереди у нас вот так здесь какая-то защита или что-то брызговики не знаю сколько здесь сантиметров надо будет все это уточнить ладно кстати еще сиденья складываются у нас здесь есть такая специальная кнопочка мы нажимаем и оп сиденья упали так как вы видите со сложенным задним рядом здесь очень много места здесь просто можно спать или холодильник перевести какой-нибудь ребята вот такая у нас была сегодня классная машинка мне очень понравилось естественно цена у нее начинается в норвегии от шестидесяти двух тысяч евро где-то самая большая комплектация стоит семьдесят пять ну что это наверное конкурент теслы и конкурент ауди и трон четыре ведущих это заметили в общем какой мой отзыв обычного пользователя машина конечно же классная вместительная резкая быстрая удобная в общем что сказать мерседес знаю свое дело ребята всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии что вы знаете об этой машине может быть что-то я не сказал вот ну всем до новых встреч и всем желаю таких машин пока нашел еще маленький прикольчик смотрите когда я включаю машину сейчас посмотрите на свет так я вот включаю теперь смотрите свет кстати машину нам предоставил вот этот салон который находится в городе молды